ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автолюбители продолжают направлять в Центробанк тысячи жалоб на ОСАГО. Основная масса обращений касается некорректного исчисления коэффициента бонус-малус и невозможности оформления электронной автогражданки. Последнее, кстати, ЦБ недавно самостоятельно выявил в нескольких крупнейших страховых компаниях. Им выданы предписания об устранении нарушений. ТРАССА СТО ОДИН Хёнде Солярис возглавил список самых угоняемых в России легковушек в начале этого года. По мнению специалистов, это связано с распространенностью модели. После кражи их, как правило, в этом же городе быстро разбирают на запчасти. Также основными целями злоумышленников являются Киа Рио, Форд Фокус, Ауди Ку-5, БМВ Х5, Тойота Лэнд Крузер и так далее. ТРАССА СТО ОДИН Водители-мужчины в возрасте от 30 до 49 лет чаще всего садятся за руль нетрезвыми. Статистику, касающуюся всей страны, опубликовала газета РУ. Гораздо реже выпивку за рулем позволяют себе граждане в возрасте от 18 до 24 лет. Пьяная водительница – явление на дорогах тоже распространенное. Почти 2000 россиянок в прошлом году были осуждены за повторное управление под градусом. Рено Дастер второго поколения будет представлен в сентябре этого года. По одним данным машина получит ту же платформу B0, но с изменениями. По другим – модульную платформу, которая используется при производстве Ниссан Кашкай и Рено Каджар. У новинки, как ожидается, перенастроят пружины и амортизаторы, а также установят другой стабилизатор поперечной устойчивости. Что касается моторов, то они, по всей видимости, окажутся прежними. Добавлю, что Дастер 2.0 может получить семиместную версию. ТРАССА 101 Агентство «Автостат» выяснило самые покупаемые автомобилистами запчасти и компоненты. На первом месте оказались детали подвески. В прошлом году их приобретение обошлось нам в 135 миллиардов рублей. Вторая строчка досталась шинам – 122 миллиарда. Третья – автомобильным маслам и техническим жидкостям – 100 миллиардов. По сравнению с 2015 годом расходы на запчасти выросли почти на 10%. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101 Продолжение следует...